Всех приветствую себя на канале. Сегодня у меня будет видео о начинании новых раскрасок. Как вы уже знаете, я раз в месяц беру в работу новые неначатые раскраски своей коллекции. Не обязательно это какие-то новинки, это могут быть и прошлогодние какие-то раскраски, но главное условие, чтобы они были чисто еще не начатые. Делаю я себе ограничения в виде одной недели на раскрашивания и беру 4 раскраски. Давайте я вам покажу сейчас, что выбрала в этом месяце. Начну с моей такой маленькой очаровательной новой раскраски, которую мне подарила Наташа с канала Soul. Раскраска довольно таки известная, называется она Я очень люблю раскрашивать Кавайи. Здесь у меня, так как формат раскраски совсем такой небольшой, я решила, будь справедлива, выбрать здесь две иллюстрации. Вот такую первую выбрала с совушками, если успею, то и соседнюю вот эту маленькую тоже обязательно раскрашу. И вторую иллюстрацию я решила взять вот с этими котиками- русалочками. Тоже очень такая милая, симпатичная иллюстрация. Следующая раскраска, которую я решила взять, это сюжет для акварели, китайские мотивы. Это тоже был подарок от Наташи. Здесь я выбрала... Сейчас вам покажу. Вообще соскучилась по акварели очень давно, не брала акварель. Вот такие красивые птички на цветущей ветке. Уже хочется поскорее начать эту иллюстрацию. Следующая раскраска Май Тинни Форест. Совсем недавно она вышла, по-моему, в конце января, может быть, в начале февраля, точно не помню. И здесь у меня две иллюстрации пока на выбор. Может быть, возьму вот эту вот с ежиками. Либо есть вариант взять вот эту иллюстрацию. Здесь белочка и мышка что-то или рисуют, или раскрашивают. Прелестная иллюстрация. Вообще тут все иллюстрации мне очень нравится. Прямо такая милота-милота. У меня обзор на эту раскраску есть на канале. Если вам интересно, можете пройти посмотреть. Совсем недавно был такой ролик. И четвертая завершающая раскраска это Мяу Мюзей от художницы Юко Хигучи. Эту раскраску мне из России прислали Юля со Светой. Я выбрала здесь такие вот грибочки. Покажу поближе. Вообще иллюстрация по объему работы небольшая. Поэтому если я буду успевать, то и раскрашу еще и соседнюю. Здесь на самом деле есть иллюстрации, которые не на цветном фоне. Вот такого плана. Но я именно хотела попробовать раскрасить иллюстрацию вот на таких цветных фонах. Интересно, что получится. Хорошая здесь приятная бумага. Плотная, шероховатая. Я думаю, здесь хорошо лягут карандаши. Ну что ж, выбор сделан. Я приступаю к раскрашиванию и вернусь уже к вам с результатами. Итак, у меня пришла неделя. Я завершила все запланированные иллюстрации. И покажу сейчас вам, что получилось в итоге. Начну с вот этой маленькой раскраски. Я очень люблю раскрашивать кавайи. Здесь я планировала раскрасить две иллюстрации. Вот таких вот совушек. И также я раскрасила вот эту маленькую картиночку. Хотя они, можно сказать, обе маленькие. Здесь я использовала карандаши брутфонером. Но столкнулась с проблемой. Эти карандаши здесь плохо себя показали. Они ложились какими-то проплешинами. Я думаю, вот здесь, наверное, лучше всего видно. Я затем уже взяла призмы. И уже дорабатывала призмами. В общем, для этой раскраски не советую брать круглые брутфонеры. Еще я здесь добавила немного белой гелевой ручки. И по итогу мне иллюстрация нравится. Единственное, немного у меня тут странные такие облачка. Они, на мой взгляд, получились очень яркие и насыщенные. Наверное, мне все-таки стоило сделать их более бледными. Чтобы не бросались так сильно в глаза. И вторая иллюстрация. А здесь я забыла вот эту маленькую раскрасить. Я обязательно это сделаю. Здесь у меня такие розовые и бежевые котята-русалки. Эту иллюстрацию я уже раскрашивала призмами. Не идеально они тоже ложатся. Но, по крайней мере, гораздо лучше, чем брутфонеры. Эта иллюстрация мне нравится меньше, чем совета. Возможно, здесь у меня по оттенкам какой-то небольшой конфликт. Ну, в общем, не знаю, что-то меня прям смущает. Не стала я перекрашивать. Бумага, если вы видите, она уже очень сильно блестит. Карандаши забили всю бумагу, всю текстуру. Поэтому уже ставила как есть. Простенькая дыхательная иллюстрация. Следующая иллюстрация в раскраске сюжета для акварели. Китайские мотивы. Здесь, как вы помните, у меня были вот эти птички в круге. Раскрашивала акварель Ван Гог. Это ученическая акварель. Без каких-либо спецэффектов. В общем, что хочу сказать. Я не совсем довольна этой иллюстрацией. Дело в том, что я очень много времени потратила на листья. В итоге, я думала, что будет гораздо сложнее, интереснее они выглядят. Я здесь использовала несколько разных оттенков. Смешивала, перемешивала. Несколько раз наносила с несколькими просушками. И в итоге кажется, что это просто вот один вот этот зеленый травянистый. И сверху кое-где прошлась таким желтеньким оттенком. Вот и все. На самом деле, это не так. Я столько времени приложила в эти листья, но в итоге не получилось так, как я задумывала. Пока что я еще в такой активной стадии обучения. Но, в любом случае, такой опыт был для меня интересен. Птички здесь у меня это соловьи. Пыталась я прорисовать перья. Врала специально такую тоненькую, совсем тонюсенькую кисточку. Но, в итоге, как-то детально прорисовать птиц у меня тоже пока не получилось. Ну, и когда очередь дошла до неба, я поняла, что выглядит это все в итоге очень скучно. И просто кисточкой, такими круговыми движениями наделала таких, ну, при помощи воды. Убрала акварель лишний. Вот такие вот у меня получились пятнышки-кружочки. Я подумала, что что-то интересное и привлекательное глазу должно быть. В общем-то, так и получилось. Выглядит, ну, не знаю, на ваш суд, смотрится ли это странно или уместно. Но я все-таки решила оставить вот эти вот кружочки. Пишите, что бы сделали вы на моем месте, если бы вот такое было практически однородное и скучноватое небо. Мне будет интересно почитать ваши комментарии. Давайте дальше. Следующая иллюстрация в раскраске моей тени Форест. И здесь у меня раскрасилась вот такая полянка. Я именно так ее и задумывала на фоне сделать деревья. Деревья делала трафаретом. Использовала темные оттенки серого пан-пастели. И еще голубой оттенок экстра мягкой пастели от Кахенур. Также я траву делала тоже с сухой пастелью. А веквам с ежиками раскрашивала брудфундерами. Хорошо они здесь легли. Мне понравилось. Несколько слоев бумага позволяет сделать. Это обычная бумага, амазонская, тоненькая, 80-граммовая. В целом иллюстрация, как по мне, неплохая. Сдержанные спокойные оттенки я здесь использовала. Примерно так я ее и задумывала. Напишите, как вам эта иллюстрация. И четвертая работа в раскраске мяузей. Здесь я раскрашивала вот эти грибы. И решила, если буду успевать, то возьму еще и соседнюю страничку. Как вы видите, я раскрасила обе. Давайте я поподробнее покажу. Сначала вот эти грибы. Раскрашивала брудфундерами. Внизу у меня использована сухая пастель от Кахенур. В общем, я в полном восторге. Получила большое удовольствие раскрашивая эти грибочки. Ну и эту иллюстрацию давайте тоже покажу. Те же самые материалы. И так как раскраска сама по себе такая немножечко ку-ку, я решила добавить вот такое яркое цветное пятно. Как будто бы режет глаз, но я не знаю, я как-то привыкла и мне нравится. В общем-то решила, что могу себе такое позволить здесь. Если я успею до конца месяца, то раскрашу еще одну иллюстрацию в этой раскраске. Уж очень она мне понравилась. Ну что ж, на этом все. Вот такое получилось у меня начинание новых раскрасок в этом месяце. Буду очень вам благодарна за обратную связь. Пишите, пожалуйста, комментарии, если вам что-то понравилось. Ну а мы с вами, как всегда, увидимся уже в следующем видео. Всего вам самого хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok